Великобритания 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 Доброе утро, дорогие наши гости, уважаемые семьи! Приветствуем вас сегодня в нашем прекрасном Переборском цирке на замечательном празднике, в котором мы долгое время трогали, огромное количество людей приняли участие в том, чтобы этот праздник состоялся в нашем цирке. И я сегодня желаю вам только одного – получить массу удовольствия от той программы, которую мы приготовили для вас и наших зрителей, программа уникальна, она удивительна своим составом. Великобритания И я желаю вам получить удовольствие от общения с нашими участниками фестиваля, от общения с нашими жюри, поскольку такие дорогие гости бывают не часто. Великобритания 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 Я также приветствую всех в Великобритании Сегодня наш замечательный праздник. Я считаю, что это праздник только российской циркальной компании, это праздник всей России, всего творчества Союза, работающей в области цирка, а может даже и международный праздник, потому что у нас в программе большая география участников. Я думаю, вы где-то ознакомились с этим, но на самом деле исключительно помню, что у нас приехали артисты из Перу, Кубы, Эфимопии, Чили, Монголии, Испании, Германии, Украины, Донецк, Луганск, Россия, по-моему, не все сказали. И мы, Аргентина, еще Аргентина, да. И я, как и многие наши коллеги, приятно были удивлены, что в этих странах, наверное, во всех странах, серьезно развивается цирковое искусство. Потому что цирковое искусство любят во всем мире, оно понятно. Цирк всегда был послом дружбы. Это укрепление творческих связей, дружеских отношений, это способствует взаимопониманию. И это вы увидите сегодня на манеже, кто придет. И я всех поздравляю с нашим замечательным праздником 100-летия отечественного цирка. И надеюсь, что этот фестиваль, это будет достойное летное днепразднование юбилея. Спасибо большое. Я хочу сказать, пожалуйста, вам. Дорогие коллеги, добрый день. Я вкратце поговорю о составляющей федеральной нашего проекта. И хочу сказать, в первую очередь, что детский молодежный фестиваль циркового искусства цирка нашего детства проводится в рамках национального проекта «Культура». И в этом нацпроекте ставится очень четкий такой показатель. Это увеличение на 15% числа посещения организаций культуры в нашем населении. И я хотел бы сказать, что всего на реализацию нацпроекта выделяется 113,5 миллиарда рублей. И в рамках нацпроекта есть как расходы на строительство, на капитальный ремонт, на организации и учреждения культуры, так и есть бюджеты и на поддержку культурных проектов. В том числе есть такой федеральный проект, который входит в структуру нацпроекта, называется он «Подческие люди». И в рамках этого федерального проекта планируется поддержать грантами 120 юбилитических коллективов. Соответственно, на этот федеральный проект выделяется более 22 миллиардов рублей. Здесь и поддержка 600 творческих проектов некоммерческих организаций. Здесь и проведение 60 российских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного, русского и многое другое. Коллеги, хотел обратить внимание на слова президента относительно нацпроекта «Культура». И он говорит о следующем, что нацпроект «Культура» должен иметь сильное региональное измерение и стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и поселках страны. Именно поэтому достаточная часть бюджета нацпроекта выделяется именно на культурное развитие территории. И хотел сказать, обратить особое внимание, что Екатеринбургский цирк, в котором проводится сегодняшний наш фестиваль, который будет проходить сегодня, завтра и послезавтра, является одним из самых прогрессивных цирковых площадок на территории Российской Федерации. Возможно, мы в рамках реализации различных пилотных проектов увидим здесь и некоторые инновации в цирковых представлениях, ноу-хау различные. Возможно, мы увидим инструменты дополнительной реальности в цирковых представлениях. Может быть, мы и другие технологии здесь будем применять, но в любом случае Екатеринбургский цирк является одной из самых прогрессивных площадок, на которых будут опробироваться различные технологии. Коллеги, в заключение я хочу поблагодарить всех участников нашего фестиваля, которые прибыли изо всех уголков нашего мира. Я думаю, что мы по результатам фестиваля не только насладимся его значимостью и, в принципе, культурным событием, но и подчеркнем для себя очень важные такие составляющие, важные выводы сделаем для развития ЦПО в целом. Спасибо большое. Спасибо. Доброе утро всем. Доброе утро. 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 То, что у нас предстоит в следующий момент, это то, что мы будем смотреть о свое будущее. Мы будем наблюдать ваше будущее. И я наблюдал за выступлением, за тем, как ребята репетировали, и я могу сказать, что я совершенно не боюсь за наше будущее, потому что такое высокое качественное исполнение, такое отношение детей, оно радует и успокоит за наше будущее. Мы можем подчеркнуть и поддержать друг друга, как можно было делать, если вы практичите, если вы будете идти впереди и не поговорить, но у вас есть возможность, у вас есть возможность, чтобы каждый раз выразить. Я хочу пожелать вам большую удачу в этом направлении. Я, прошу прощения, я, пользуясь случаем, хотел бы для уважаемого пресса и присущащегося в зале сказать о коне Бороде. Это мой друг, с которым мы вместе провели 10 международных фестивалей клоноских. Да, 10 клоноских фестивалей, и данный фестиваль тоже с его помощью мы смогли собрать самый высокий уровень основного мастерства. Так что вот он всегда был за курицами, а сейчас он переимпрессует. Спасибо, Коя. Поближе только. Спасибо, ученые. Я не хочу, чтобы сессию вопросов-ответов, я бы хотела задать вопрос вам, пожалуйста, не убирайте далеко микрофон. Вам вопрос. Да. Ваше ожидание от фестиваля, и как вы оцениваете, что дает участие, и тем более, победа в такого рода фестивалях юным артистам? Добрый день всем, кто тут там, наши уважаемые журналисты, гости, мои коллеги. Очень рада вас видеть. Хочу поблагодарить за приглашение участвовать. Любой фестиваль – это прежде всего жизненная школа. Особенно я очень рада, что этот фестиваль посвящен знаменательной дате училища 92-го года. То есть мы ненамного отстали от 100-летия церкви, мы имеем какое-то отношение. И сегодняшний фестиваль – единственная возможность, где могут принимать участие наши ребята. Я имею в виду студенты, будущие профессионалы. Очень много фестивалей в стране для ребят, которые занимаются творческой самодеятельностью и в будущем хотят себя посвятить профессии. Но когда имеют возможность студенты участвовать, и, конечно, мы надеемся, но если не на большую победу, как вы говорите, хотя бы на то, что мы достойно отстаем имя училища на таком высоком уровне, на большом форуме, с большим участием артистов из разных стран мира. И спасибо Анатолию Павловичу, что он знает и наших ребят, и за хорошую организацию. Все произошло очень динамично, быстро и решительно. Спасибо. Независимый культурно-образователь Марина Козловичкова. У меня такой конкретный вопрос к организаторам. Каких больше видов или жанров циркового искусства, не знаю, как про это сказать, будет представлено на фестивале? Или вы проводили отбор таким образом, чтобы все были представлены? И еще вопрос. Какой самый молодой возраст участника? Сколько лет? Да. наше из Дуганска. И что касается жанров, сами понимаете, возможность детей заниматься не на пониже цирка, а в ворсах культуры, помещения, соответственно, больше всего развивается жанр эквилибра, каучик, кулакупы. И это что касается у нас. Но я с большой гордостью могу сказать, что в Свердловской области 22 коллектива цирковых, только в Свердловской области. И в основном в Екатеринбургской эфире всегда представлены воздушной гимнастикой. И наши дети получают призовые места на многих международных фестивалях. Нижние такие вот прекрасные вытвели. И все зависит от того, кто является руководителем. Потому что если руководитель, бывший артист жанра воздушный, значит он просто там занимается. Если телевизм, значит он больше помогает сэклимингом. Если жанрер, значит больше уделяется внимание жанрированию. В данном случае в нашем фестивале, но в Латинской Америке в основном нравятся и корейские игры. Вот у нас два номера и корейские игры, они связаны в Крымской Америке. Также там прекрасные художественные акробатические группы, акробатические пары. В принципе, почти все жанры существуют, кроме трессы. Но у нас там все равно привез трессированный голубей. Как птицы мира, птицы счастья. Игорь Тарасов, руководитель Канала России. Вопрос, наверное, к Анатолию Павловичу. Скажите, как будут оценивать участников, учитывая, что это не профессиональные коллективы, такие же ли требования будут как профессионалы? Как везде мы оцениваем их как профессионалы. У нас практически сразу в отношении. И хочу сказать, у нас будут номера те, такого высокого мастерства, что профессионалам не отмечен. В данном случае, это и корейские, и проволока с Украины, насколько я видел. У нас жанрирование прекрасное. Поэтому, когда мы проводим фестиваль, сидят профессионалы и говорят, а что мы потом воскресенье делаем. Поэтому энтузиазм на детей очень велик. И мы прекрасно знаем, что, даже убеждены, что для таких детей уже обеспечено будущее. И это будет достойная смена, которая вот сегодня серьезно подросла, и по-прежнему будет являться лидером международной армии. Цирк – это искусство радости, добра, это искусство демократичное, понятное везде языка, все. Поэтому я уже на прогоне, так сказать, ощутил тепло, как можно сказать, кайфа, что ли, от того, что вот такие ребята замечательные, что, какой высокий уровень. Во-первых, они, многие занимаются хореографией, серьезно относятся к костюмам, постановке, подводу музыки. Поэтому мы определяем абсолютно поперсионально эти годы. И, конечно же, регионов 5 лет не может соревноваться с ребенком 18 лет, поэтому специально и там, и там будут призывные места. Наша задача – поддержать каждого артиста, молодого начинающего артиста. Не создать такой депутателем, а наоборот, подсказательный. И задача любого жюри – определяя победителей, а у нас будут в основном два критерия. Это артистизм и дюковая часть, техника. Все вместе и создают общее впечатление номера. В итоге, когда нам нравится номер, мы детально не разбираемся, что больше – костюм, крюк, пластика, музыка. Все в целом номер. Номер, говорится, вызывает удовлетворение, восторг, восхищение. То, что должен быть в конце концерта. Значит, все продумано. И наша задача, еще раз говорю, определить направление развития циркового искусства в будущем. Лидеры – это как раз будет являться ориентиром, что поддерживает профессиональную жизнь. В каком направлении мы видим развитие мирового цирка. Добрый день. У меня вопрос по поводу нашего динкульского цирка. Такое большое, трудное событие мы принимаем. И не секретно, наверное, для многих, что были некоторые разные вопросы, которые горожане обсуждают, и они не будут тучны к этому. Хотелось бы понять, решились ли эти вопросы, каким образом решились, ну и какие перспективы как-то именно по оправданному составу нашему циркулью посеву? Клуб смысл? Клуб смысл? Еще ближе. Мы сейчас стал артистом цирка, да? Штат? Это второй вопрос, но следующий вопрос называется. Мы сегодня радуемся новому празднику, который проходит в Екатеринбургском цирке. И я горжусь тем, что из всех цирков в России выбрал Екатеринбургский цирк доброведение такого масштабного, праздничного события. Это показатель. Вне зависимости от камеры. Еще один вопрос к тому подобное время. Сегодня, я попался в день фестиваля, хотелось бы узнать артисты из каких стран, за какими номерами о здоровье этот фестиваль. А программа у нас сегодня еще есть. Я скажу, что у нас очень щитово представлены воздушные номера, поэтому традиционно советская река Коми всегда после пролока начинал воздушный номер. Мы придерживая традиции будем отговорить воздушные номера. У нас две программы. Программа А, программа Б. Это классика международных фестивалей, это две разные программы. Ни одного номера не повторяет то, что он был А, Б совершенно сто процентов другие номера. У нас в программе А 17 номеров, программа Б 18 номеров. В общем, у нас 35 номеров. Мы отгирали в Москве сегодня городом, и отгирали более 200 было претендентов. Из 200, которые могли быть участниками, мы отобрали 35, чтобы было две программы. и для того, чтобы, ну, во-первых, мы не можем 5-6 часов все время демонстрировать, будет зритель. Поэтому мы придерживаемся на том, чтобы зритель, который будет в зале, он получит полноценное восприятие цирковой программы. Будет приглашен у нас и клоун, которого любят дети, потому что тескового сырка не бывает. Но он гость. Он гость здесь делает. Спасибо. У меня еще вопрос к зарубежному гостям. Бывали ли в других странах на детских фестивалях? И если бывали, заметили какие-то отличия с нашим? Если есть, назовите, пожалуйста. Ну, прежде всего, хотелось бы сначала посмотреть на это стовачное новое сырье. Спасибо. Второе, в всех фестивалях в которых я очень рада смотреть на свои семьи, я всегда рада, эмоционально, с энтузиазмом. Интересно. Ну, просто очень в годы, в этот фестиваль не проходил, в годы страны не проходил. Это действительно уникальное зрелище и оставляет массу впечатлений и остается в память на новое. Эти мэрии будут в будущем в результате медиа и у них есть возможность проживать в этом фестивале. Индипендентно от того, чтобы выиграть новое, 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 новое. Но уже в то, что мы можем представить и с другими молодыми и другими и другими с другими и другими и другими с другими с другими для этих ребят Конечно, это уникальный опыт, потому что уже само участие, независимо от того, взаимодлили какое-то место, выигралили какое-то место, само участие уже дает им стимул на дальнейший развитие, на дальнейший рост, в любом случае, независимо от того, какое место займет. И в этом росте есть 30-35 детей, которые привыкли на дальнейшую церковь национальность, что будет очень красиво. И мы хотим новым ростом, кто-то спит, и кто-то продает, и мы хотим новым ростом. И мы хотим новым ростом. Я думаю, что представить мирового маньяк – это действительно большой царств и комплименты организаторов. Для будущего мирового цирка – это будущее мирового цирка, поэтому придачу всех и большое празднование для вас. Если я не ошибаюсь, вопрос был о том, отличается ли сезвесистый фестиваль от зарубежных фестивалей детских? Есть некоторые фестиваль, в Германии, в Нотокарло, в США и в США. Я не знаю, что это может быть образовательным фестиваль. Я думаю, что это важно для этих фестиваль. Жизнь, commencé в детстве, что дети, вернее, нюансы, для вас immun поэксперимными фестивальными фестивальми. Вы знаете, я так много посетил детских фестивалей в разных странах, в Термании, в Южном Америке, много фестивалей посетил, и та идея, которую я усвоила, это дети, они имеют здесь шанс выступить на публике, выступить перед людьми, выступить на настоящем манеже, это так ценно, потому что многие из них, они для возраста шестнадцати, семнадцати лет только на дворосках, только в своих школах выступают, а здесь это удивительные шансы, выступить на большой публике. Да, и, например, мы не можем говорить о таких таких фестивалах, или южных фестивалах, потому что дети, дети, они практичатся для того, чтобы попасть папа, мама, папа, и кто-то. И я хочу сказать, что такие фестивали очень необходимы, очень нужны, потому что дети здесь выступают перед всеми, так же перед мамой и папой, и перед чужими людьми, и в этих фестивалях наше будущее. Пожалуйста, продолжайте такие фестивали. Коллеги, небольшое дополнение, такое весьма важное. У нас, так как данный фестиваль поддерживает Министерство культуры Российской Федерации, участие во всех днях фестиваля абсолютно бесплатно. У нас, да, для участников, порядка двенадцати тысяч человек планируется посетить фестиваль, и это будет абсолютно бесплатно для участников. Ну, и в дополнение, просто я в чувствах хочу сказать маленькое выступление. Я не тоже вырос из самодеятельности, но я в городе Свердловске, в маленьком провинциальном городишке, который был в Украине, в Луковской области. И я впервые вышел на профессиональный манеж с творческим отчетом в Киеве. И я до сих пор помню то ощущение, которое испытывал, выходя на профессиональный манеж. Я из маленького гранишки вдруг поехал из творческим отчетом в Киев и достойно вышел на манеж. Поэтому я представляю, что испытывают сейчас дети, которые никогда не выходили на манеж, которые никогда не видели такого света. Такое огромное количество зрителей. Надо будет пять скептами, это действительно стало. Думаю, что было решение бесплатно, потому что мы дали свое звуковое искусство зрителям.